Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Как всегда, возвращаемся на финансовые площадки, чтобы подвести фундаментальные итоги прошлого торгового дня. Начнем мы, как и всегда, по старинке с оценки ситуации, складывающейся на рынке энергоресурсов. И здесь, конечно же, нефть творит что-то невообразимое. Продолжает локомотивом тащить собственные позиции вверх и клоус вчерашнего дня 48.28. Сейчас, правда, на азиатской торговой сессии мы видим небольшой откат. Очень надеюсь, что этот откат связан со здравомыслием присутствующих медведей, которые все-таки понимают, чем чревато закрепление бренда выше 50 долларов за баррель. Если они сейчас не вступят в игру и не отстоят своей позиции, быки смогут легко продолжить это восстановительное ралли, завести актив выше, а там уже будет зависеть все от выходящих макроэкономических данных на продолжающихся спекуляциях по поводу предстоящей встречи в Алжире. Я не хочу говорить о том, что очень высокие шансы на закрепление бренда сейчас выше этого рубежа. Я вообще не хочу даже говорить про котировки по бренду с цифровыми значениями 48+. Я считаю то, что ралли уже, это быча, пора сдувать и продолжаю искать на рынке те факторы, которые могут стать более-менее убедительными для возможного коррекционного отката. Если подводить итоги вчерашней торговой сессии, то быча ралли была основана на ожиданиях, которые, по сути, являются сейчас ключевым триггером для движения бренда. Это ожидание, что на предстоящей встрече нефтедобывающих стран, неформальной встрече, могут быть обозначены какие-то договоренности, солидарные решения по ограничению добычи. Рынок нефти и особенно спекулянты, которые делали ставку на рост этого актива, сейчас в прямом смысле живут этой темой. И жизнь в эту тему вдохнули комментарии министра нефти Саудовской Аравии, который на прошлой неделе ясно дал понять, что не против поддержать инициативы, которые предполагают как раз подобные скоординированные действия, направленные на стабилизацию ценовой конъюнктуры на рынке энергоресурсов. Также отмечу, что вчера министр нефти Новок России отметил, что уже в течение нескольких недель проводятся активные конституционные переговоры с Саудовской Аравией и прочими нефтедобывающими странами, которые также допускают возможность ограничения добычи. Но точно подобный же бред мы слышали еще и до апрельского заседания ОПЕК, и до июньского, но в итоге по факту знаем, что никаких договоренностей на этих встречах не последовало. Также отмечу, что котировки нефти могли поддержать еще и статистика от Международного энергетического агентства, прогнозы, согласно которым ожидается продолжение цикла сокращения запасов из-за высокого внутреннего спроса. Более, скажем, стоящих триггеров для состоятельности бычьего ралли сейчас на рынке нет. И в целом даже можно опустить все, что я сказал, оставив только одно. Рынок надеется на то, что предстоящие переговоры могут стать результативными. И те, кто следит за ситуацией на рынке энергоисусов уже длительный период времени, знают, что точно с такими же ожиданиями мы подходили к прошлым заседаниям, официальным встречам ОПЕК. Но по их факту никаких договоренностей достигнуто не было. С другой стороны, я хочу обозначить вам уже фундаментальный негатив, который присутствует на рынке и может в любой момент оказать соответствующее давление на оппозиции черного золота. Это не забывать о том, что мы по-прежнему не отыграли еще рост количества платформ. В США по итогам прошлой недели этот прирост составил 15 штук, очень много. И поскольку цены на нефть сейчас находятся на столь высоких значениях, выше 48 долларов за баррель, мы вправе полагать, что такая повышательная динамика может только усилить, опять же, интересы, повысив рентабельность сланцевого производства в США и поспособствовать тому, что на рынок будет возвращаться большее количество частных нефтяных платформ, которые впоследствии будут разгонять предложения со стороны Соединенных Штатов Америки. Напоминаю, что если кто-то из вас цепляется действительно за идею, что ожиданий предстоящей встречи и возможного прогресса достаточно, чтобы затащить бренд выше 50 долларов за баррель, вы должны понимать, что подобные решения прогрессные, они могут быть приняты только в случае солидарной единой позиции. Но вот судя по последним решениям и действиям Ирана, которые продолжают увеличивать производство, в частности, по итогам прошлого месяца, выработка составила уже 3,63 миллиона баррелей в сутки против 3,45 уровень, который был характерен для Ирана в конце весны и в первом месяце лета. Сейчас очевидны приросты, и до тех пор, пока Иран не доберется до 4 миллионов баррелей в сутки, они не будут поддерживать никакие инициативы, которые предполагают сокращение производства и ограничение квот выработки. Если эту позицию не разделит Иран, вы должны прекрасно понимать, что, что бы ни говорила Саудовская Аравия, бессмысленно и крайне глупо. С их стороны будет без Ирана поддержать подобные солидарные решения и выработать единые согласованные меры, которые будут направлены на восстановление баланса между спросом и предложением. Потому что это чревато будет для Саудовской Аравии потерять доли, которые, разумеется, они терять ни в коем случае не хотят. Поэтому, что бы мы сейчас на рынке не получали в плане, казалось бы, позитива для обучения котировок рынка черного золота, мы должны понимать, что все это напускное. Рынок глубоко заблуждается и обманывается в прямом смысле, поскольку чем ближе это заседание, тем больше будет уверенности в том, что никаких решений озвучено не будет. Поэтому я надеюсь, что медведи должны вот-вот уже дать о себе знать, как я уже отметил, до 50 долларов за баррель. Это уж точно. И как только это случится, и стоит только на рынке появиться какому-то дополнительному сигналу в пользу правоты нашей позиции о бессмысленных переговорах, которые еще на повестке сентябрьского месяца, тогда коррекция будет столь же значительной, что и рост, который мы наблюдаем последние несколько торговых сессий. Сегодня у нас из важных отчетов по рынку нефти в 23.30 запасы по версии частного агентства API. Смотрим, собственно, за этой статистикой. По аналогии с прошлыми релизами рассчитываем на то, что запасы продолжат расти. И я надеюсь, что если частная оценка API, а потом уже спустя сутки, то и завтра, Минэнерго также подтвердит прирост запасов, в идеале бы увидеть еще и прирост запасов бензина, тогда давление фундаментального характера просто обязано усилиться на котировке нефти. Поэтому я призываю вас к тому, чтобы, насколько бы сейчас, может быть, не оказались заблуждения делать ставку на коррекцию, не отказываться от идеи, которая предполагает распродажа бренда и WTA. В частности, по бренду я считаю, что этот актив вполне может в ближайшие дни снова вернуться в район 45 долларов за баррель. И до тех пор, пока актив торгуется ниже 50, от столь медвежьего взгляда, я отказываться не собираюсь. Рубль 64.12, укрепление нефти стал их причиной и усиление позиции российского валютного актива против основных конкурентов. Поддерживать сейчас рубль будет еще и налоговый период, традиционные выплаты в несколько сотен миллиардов рублей, пополнение бюджета, конверсионные сделки уже в самом разгаре, действительно, компания запасается рублевой ликвидностью. Но этот новостной фонд быстро, как фактор поддержки, сойдет на нет, и мы вернемся к привычной для нас корреляционной связи между рублем и нефтью. И веря в то, что бренд все-таки сейчас неоправданно высок, я продолжаю делать ставку на то, что и рубль может очень быстро начать сыпаться вслед за потенциальным ослаблением нефти. Поэтому 64.65, это как раз тот самый узкий коридор, в котором мы продолжим котироваться без выраженной корреляционной динамики рубль. Но как только мы дождемся отката, пара юзера быстро окажется выше 65.50 и пойдет к нашей следующей цели 67.68. На более высокие ценовые значения, особенно учитывая, как рубль неохотно, собственно, избавляется от своих ценовых позиций, более высокие ценовые значения, порядка 70 рублей против доллара, я пока ставить не хочу. Загад не бывает богат, это действительно так, давайте руководствоваться пока более скромными ожиданиями. Но то, что рубль будет девальвироваться, это совершенная прописная истина. Еще один фактор поддержки для рубля, не забывайте про политическую тему. Это такой кулуарный новостной фон, может быть, кто-то его и не рассматривает в качестве фактора поддержки, но поскольку мы с вами все-таки оцениваем детальную, фундаментальную картину, понимаем, что сентябрьские выборы, это может быть один из ключевых еще факторов и новостных событий, которые будут сдерживать девальвацию в том остром порядке, в котором бы нам хотелось увидеть. Но ничего, мы с вами умеем ждать, по некоторым идеям нам приходится ждать несколько месяцев. В данном случае то, что рубль теряет, точнее, не укрепляется стремительно, это также позитивный момент для нас, поскольку мы понимаем, что потенциал дальнейшего роста крайне ограничен, в буквальном смысле котировки 64-63,5, а вот девальвации, если подождать, по сути, нет границ. В общем, на этот сценарий мы и рассчитываем. Европейская валюта против доллара, 1,1217, пара все-таки пробралась выше сопротивления 1,12, я надеюсь, что вы уже вне этой сделки, поскольку теперь нам приходится ждать основу возобновления коррекции и закрепление пары ниже в уровне 1,11. Если евро сейчас активно реагирует на спрос на защитные активы, такие как японскую валюту, использует свой статус фондирования, то при сохранении, опять же, укрепительного вектора в отношении японской валюты, рост может продолжиться и по евро. Лучше понаблюдать на ситуацию, находясь в сторонке и просто одним глазом следя за той динамикой, которая показывает этот инструмент против доллара. Если разобрать, опять же, вчерашнюю торговую сессию, каких-то серьезных новостных событий на рынке не было, поскольку традиционно первая торговая сессия недели, на нее редко выпадают какие-то важные макроэкономические отчеты, и в этот день, с начала недели, трейдеры либо отыгрывают новостной фонд пятницы, либо готовятся к тем отчетам, которые на повестке предстоящей недели. Я считаю то, что рост евро вчера был связан с тем, что европейская валюта продолжает использовать слабость доллара постфактума выхода очень слабых отчетов в прошлой неделе, начиная с производительности труда и кончая индекса цен производителей. И также, возможно, на европейскую валюту вчера повлияли комментарии Бундесбанка о том, что влияние Брекзит на еврозону будет крайне ограниченным. И по версии Бундесбанка очень странно было слышать такую позицию, что высокий, непонятно где они, правда, нашли этот высокий внутренний спрос, и такие же высокие расходы на мохозяйство могут поддержать темпы экономического восстановления. Такое ощущение, что Бундесбанк находился на другой планете, когда мы с вами анализировали последние отчеты по потребительской активности, ну и, соответственно, в целом даже по темпам экономического роста. Может быть, это очередное заблуждение, но, может быть, даже Бундесбанк не имеет никакого влияния в рамках вчерашней торговой сессии на евро. Но моя задача все-таки освещать весь фундамент, который присутствует из более-менее интересных в рамках торговых сессий. Я, собственно, это и делаю. Для общего развития, общего понимания картины, того, кто на рынке все-таки оптимист, кто пессимизм, это также достаточно. Говоря про сегодняшний день и в целом всю неделю, источников волатильности будет достаточно. По еврозоне тоже. Вот сегодня мы с вами следим за индексом оценки текущих экономических условий бизнес-оптимизма от Института ЗЮПа Германии. Отчет будет опубликован в 12.00 по московскому времени. Вы помните, что в прошлый раз, когда мы анализировали этот релиз месяц назад, он стал причиной локального давления на евро, вследствие которого евро, по-моему, лишилось около 30 пунктов. И произошло это вследствие резкого сокращения и оправданного ухудшения бизнес-оптимизма со стороны крупных промышленников. И мы, как вы помните, тогда нашли причины в как раз слабом торговом балансе, низких показателей экспорта, снижения потребительской активности и общей слабости мировой экономики. Сейчас картина ничуть не изменилась. Поэтому я жду сегодня от ЗЮП снова повторения слабых прежних цифр и надеюсь, что и реакция также будет сопоставима с той реакцией, которую мы наблюдали месяц ранее. То есть полагаю, что при благоприятном сценарии евро-доллар сегодня сможет вернуться как минимум в район 1.11.70. Почему такой небольшой ценовой ориентир? Да потому что евро, в принципе, в последние дни демонстрирует довольно незначительный диапазон хода в рамках торговой сессии, поскольку нет соответствующего фундамента. Но думаю, что ситуация может измениться, когда выйдет более серьезный отчет. И такой есть у нас на повестке. Это завтрашние протоколы ФРС, которые могут пролить свет на дальнейшие планы американской федеральной системы по изменению процентных ставок. Если дождемся поддержки для доллара, тогда очень быстро сможем вернуться в район 1.11, откуда и будем дальше уже продавать евро против доллара. Сейчас пока, как уже отметил, смотрим за развитием ситуации. В идеале бы не торговать, поскольку возможно, что евро может забраться и еще выше, реагируя на укрепление позиций японской валюты. Фунт против доллара. Сейчас 1.2919. Локальный хай был по паре еще ниже. Вы помните, 1.2865 практически вчера. Не дотянули бы мы до нашей долгосрочной цели 1.28, но еще не вечер. Вполне возможно, что коррекционная динамика сохранится. Фунт остается аутсайдером. Фунт торгуется на минорных тонах, как следствие тех агрессивных шагов, которые были предприняты банком Англии. До сих пор рынок не может прийти в себя и понимая то, что подобные действия могут быть продолжены и дальше. То есть, банк Англии может снизить процентную ставку уже до нуля по итогам следующего заседания. Но прежде чем мы доберемся до следующего заседания, у нас есть еще и отчеты, которые мы можем проанализировать уже сейчас. Сегодня индекс цен производителей в 11.30 по московскому времени, то есть, фактически через час 45. Рекомендую вам сейчас быть поддительными и ни в коем случае не пропустить этот отчет. Давайте разберем ситуацию с инфляцией. Если подключить логику и классическую экономическую теорию, выходит, что в случае резкого ослабления курса национальной валюты, девальвации, есть возможность увидеть и логичный рост индекса потребительских целей. Действительно, слабость фунта, очевидно, составила больше 10%. По итогам вчерашнего дня добрались до минимальных значений с 23 июня. То есть, это больше, чем за три десятка лета минимальный уровень. И такая слабость, она, разумеется, подстегнет рост инфляции. Возможно, даже с претензией на уход выше целевого. Значение в 2%. Если рассуждать дальше, если инфляция претендует на пробой целевого значения, значит, Банк Англии, как регулятор, который состоит за ситуацией внутри национальной экономики, должен вмешиваться в то, что происходит, и сбивать чрезмерный рост индекса потребительских цен. Каким образом? Конечно же, повышая процентные ставки. Если кто-то из вас считает, что хотя бы жесткие комментарии, возможно, со стороны сейчас британского регулятора, хочу сказать, что это может быть заблуждение, поскольку никаких жестких комментариев, разумеется, сейчас не последует. Потому что рост индекса потребительских цен базируется не на здоровой потребительской активности и не на улучшении картины на рынке труда и параллельном росте зарплат, а на форс-мажоре, который связан с выходом Англии из состава Европейского Союза. Это то, что никто не ожидал, то, что случилось, это то, что спровоцировало панику на всех мировых финансовых рынках. И вот до сих пор очень трудно оценить последствия, к чему все это приведет. Как раз форс-мажорность этого события и заставляет Банк Англии рассматривать возможности не ужесточения монетарной политики, а напротив агрессивного смягчения, что, собственно, он и делает. Поэтому фунт и дальше будет толкать ожидания того, что ставка может быть снижена до 0%. И я думаю, что сегодняшний отчет не станет причиной роста и укрепления позиций фунта. А если мы каким-то чудом увидим еще и снижение этого индикатора, вот тут давление может быть куда более серьезным. И фунта потенциально может лишиться больше одной фигуры, в прямом смысле, в моменте. Доллар японская иена. Видим то, что на сегодняшней азиатской торговой сессии пара уже вплотную подобралась к сотке. Очень важный рубеж по психологическому значению, поскольку до сих пор есть предположение, что где-то рядом с этими значениями находится уровень потенциальных действий со стороны Банка Японии по возможным валютным интервенциям. Хотя я уже скептически к ним отношусь. Уж долго мы ожидали их и в итоге до сих пор не дождались. Я думаю, что и в этот раз также Банк Японии останется в тени и ничего не предпримет. Самое важное, сейчас японская валюта укрепляется. Это происходит, в том числе, несмотря даже на позитивные тренды, которые мы видим на рынке энергоэсусов. Это происходит на фоне крайне плохого отчета по промышленному производству Японии, который вышел вчера утром и, по идее, серьезно ограничил потенциал роста национальной экономики. Это происходит на фоне обещанных действий со стороны Сензабы и Курады о том, что экономические, количественные и качественные показатели будут изменяться, поскольку политика будет оставаться сверхагрессивной. Она не остается даже агрессивной, даже мягкой, не говоря уже о показателях и таких эпитетах, как сверх. Поэтому я предлагаю закрыть глаза сейчас на японскую валюту и искать ответы именно в долларе. А вот здесь у нас уже слабый фундамент, который, может быть, и толкает сейчас позиции доллара вниз. Влияет даже на настроение не то, что статистика плохая, а то, что каждый отчет приводит к пересмотру сроков повышения процентной ставки. Вы помните, что в декабре уже довольно давно ФРС повысил процентную ставку и когда мы с вами вступили в 2016 год, настраивались на то, что увидим 4 повышения процентной ставки. Потом позиционирование изменилось до 2, и вот сейчас для нас будет практически чудом, если мы дождемся хотя бы одного подобного решения. Спекуляции на эту тему продолжаются, статистика имеет очень большое значение. Сегодня у нас инфляция в 15.30, очень важный отсчет. Повлиял ли индекс цен производителей и факт его снижения на этот релиз? Вот мы узнаем как раз сегодня. Если инфляция укажет на то, что понижательное давление и давление на инфляционные ожидания сохраняются, тогда, к сожалению, доллар снова продолжит терять. Но, как я уже говорил, мы должны были покинуть USDN еще на отметке 101, и сейчас ждать, пока пара снова не вернется выше 102 иен против доллара, поскольку непонятно, как будет обстоять ситуация дальше, поскольку тестирование психологического рубежа все-таки может быть еще, может оказаться удачным, а потом, кто знает, может быть все-таки банк Японии решит больше не оставаться в стороне и поддержит национальных производителей через искусственные меры по ослаблению курса. Валютные интервенции, которые могут привести к резкому ослаблению иены. В общем, смотрим за тем, что происходит на финансовых рынках. Еще хотел отметить австралийскую валюту против доллара по факту на фоне сегодняшних протоколов, которые были опубликованы несколько часов назад. Согласно протоколам Резервного банка Австралии, было обозначено, что австралийские власти надеются на более высокие темпы экономического восстановления, надеются на стабилизацию ситуации на рынке труда и не видят уже прежних рисков более высокого курса австралийского доллара для национальной экономики. Очень, конечно же, неоднозначная формулировка, полностью противореча с тем, что мы слышали в прошлый раз. Но в целом, это стало причиной повышенного спроса на австралийца сегодня. Но вы должны понимать, что австралийский доллар, так же, как и новозеландский, сейчас могут продолжить расти еще на фоне перераспределения международных капиталов, поскольку на фоне низких процентных ставок около нулевых, а в некоторых регионах даже отрицательных, Австралия и Новая Зеландия со своими высокими процентными ставками выше единицы остаются весьма интересным регионом для, соответственно, инвестирования в их национальные облигации и в активы национальных фондовых рынков. Но я думаю, что продлиться это недолго, поскольку все-таки есть еще и позиция продолжения мягкой экономической политики, которая логичным образом должна приводить к ослаблению курса национальных инструментов. И эти идеи нужно торговать еще на контрасте с потенциальными действиями ФРС, которые все еще могут поднять ставку до конца этого года. Из важных отчетов сегодня в 11.30, как я уже отметил, индекс потребительских цен Англии, ждем давление на фонд. 12.00, ЗИУ, статистика по бизнесу, ожиданиям и бизнес-оптимизмам Германии и в целом, можно сказать, по еврозоне. Ждем давление на евро. В 15.30 статистика по инфляции в США. Отчет имеет очень важное значение. Если инфляция вырастет, тогда доллар очень быстро начнет восстанавливать свои позиции. Если инфляция просядет, тогда пара USD и иена сможет скопиться ниже 100 иен против доллара. В 19.30 еще выступление представителя ФРС Денниса Лохарда, который обычно, исходя уже из исторического опыта, практически всегда поддерживал позиции доллара тем, что анонсировал возможность повышения процентной ставки, ну, либо собственного на голосование за подобное решение. Ну, послушаем его сейчас, завтра подведем итоги в ходе брифинга. И в 23.30 это статистика по запасам нефти по версии IP. Ждем все-таки очередного прироста запасов и ждем, что хотя бы этот отчет станет причиной ослабления котировок черного золота. Кодовое слово на сегодня выкуп, величина бонуса 16%, действует он до следующего брифинга. Не забывайте заходить на наш официальный канал на YouTube, подписываться на него, задавать вопросы по любой теме финансовых рынков, которые вас интересуют, оставлять ваши лайки и комментарии. Ну, на этом, собственно, все. Хороших вам и прибыльных сделок, попутного тренда. С вами увидимся уже завтра. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok